Торжественная церемония вручения главных государственных наград, мероприятие волнительное того, не менее важное и ответственное для каждого из приглашенных. Это признание личного труда и вклада в развитие области, формирование активного гражданского общества, воспитание подрастающего поколения. Медали ордена присваивались на протяжении всего года, однако вручить их в торжественной обстановке в преддверии Нового года было особенно символично. Это представители нашей области, которые удостоены трех медалей Франциска Скорины, 17 медалей за трудовые заслуги, 17 человек отмечены благодарностью президента Республики Беларусь. Своим трудом, общественной деятельностью вы внесли весомый вклад в развитие области, формируете ее имидж. Во многом благодаря таким людям, как вы, Брестский регион продолжает оставаться одним из динамично развивающихся регионов нашей страны. Медали Франциска Скориной за трудовые заслуги, благодарность президента Республики, всего более трех десятков заслуженных наград. Среди тех, кто в праздничный день выходил на сцену, немалое количество брещан. Это представители строительных и дорожных организаций, педагоги и администрации учреждений образования, чьи воспитанники добиваются стабильно высоких результатов в образовательной деятельности уже не один год. Людмила Рощина, директор средней школы номер 15, стала обладателем медали Франциска Скорины. На протяжении десятилетий юноши и девушки, представители учреждения, становятся победителями заключительного этапа предметных олимпиад. Успешно выступают на республиканских и международных конференциях. За каждым высоким достижением стоит не просто учитель, а стоит целая команда. Это команда педагогов и родителей, все вместе взятые. Поэтому я считаю, что вот эта высокая награда, она послужит тем трамплином, который может нам дать впереди еще более высокие какие-то достижения, и не только в области французского языка. Я благодарю сегодня весь свой коллектив за их профессионализм, за их самодачу. Медаль за трудовые заслуги теперь и на груди генерального директора Брестского ликероводочного завода «Белалка» Александра Романовского. Предприятие в 2020-м продолжило укреплять свои позиции, расширяло производственные мощности. Продукт покупали и на внутреннем рынке, и за рубежом, в странах Европы и Азии. Экспорт у нас где-то в этом году будет более 20 стран. География практически на всех континентах, и в США, и в Новую Зеландию поставляем, в Китае, в Вьетнам, Европа. В общем-то, у нас достаточно очень разносторонние. И мы не только экспорт водки, но и спирта у нас сегодня мы достаточно много продаем. В основном это страны, Туркменистан, Грузия, Молдавия, ну и Европа. Благодарности президента были удостоены главы администрации районов областного центра, а также председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Путь в почетном списке лучших значит не только добиться успеха однажды. Эти награды для каждого из участников торжественной церемонии станут заделом на будущее, чтобы не останавливаться на достигнутом, а продолжать свой путь дальше. Ведь курс был взят правильно, теперь нужно лишь расширять его направление.